Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы заканчиваем изучение первого послания к Тимофею, первоверховного апостола Павла. Мы будем делать обзор шестой, последней главы этого послания. Содержание. Апостол Павел говорит об обязанностях рабов, верующих рабов. Об этом первый и второй стих. Далее о лжеучителях. Об этом с третьего по пятый стих. О благочестии и алчности. Об этом с шестого по десятый стих. Далее апостол Павел говорит о том, чего Тимофей должен избегать, и чему следовать об этом с одиннадцатого по двенадцатый стих. И торжественное завещание. Тринадцатый по шестнадцатый стих. Далее наставление богатым. С семнадцатого по девятнадцатый стих. И заключительное наставление Тимофею с двадцатого по двадцать первый стих. И первая тема. Павел говорит об обязанностях рабов. Стих первый и второй. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учения. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, учись ему и увещевай. О чем это? На христианских собраниях собирались вместе люди разных наций и люди разного социального положения, разного возраста и пола. И то, что рабы и господа могли сидеть рядом, это был вызов той системе управления властных полномочий, которые существовали в античном мире. В античном мире считали, и, кстати, не без основания, что основание цивилизации античного мира – это бесплатный труд рабов, потому что не было технического обеспечения развития цивилизационных процессов, и единственная двигающая сила – это бесплатный труд рабов, который можно было использовать при построении огромных сооружений, пирамид, храмов, дворцов и так далее. И когда возникает религия, христианская религия, где эта грань как бы стирается, где рабы и господа, римляне, скифы, варвары, иудеи, мужчины, женщины, дети, старики собираются вместе и на равных правах, на христианских собраниях, это могло выглядеть как вызов цивилизационным началам античного мира. Серьезный вызов. И, более того, второй стих обращает внимание на то, что некоторые христианские рабы, имея христианских господ, могли проявлять пренебрежение к ним, понимая, что они братья по вере и не будут так сурово относиться к своим рабам. Напомню, как звучит второй стих шестой главы, первого к Тимофею. «Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им, учись ему и увещевай». В апостольских постановлениях, это древнейший апостольский документ, авторитетный, говорится о слугах, что скажем мы более, кроме того, что раб должен оказывать благорасположение господину со страхом Божиим, хотя бы он был нечестивый или злой, но отнюдь несогласие в служении, то есть у человека может быть господин нечестивый и злой, и раб-христианин обязан выполнять его приказы, но отнюдь несогласие в служении. Он будет делать все, но только не будет почитать идолов. «И господин пусть любит слугу», то есть господин христианин, «и хотя он отличен от него, пусть считает его равным себе, поскольку он человек». Вот это революционная составляющая в христианском, то есть господин может иметь слуг, рабов, как верующих, так и неверующих. Здесь не уточняется, но здесь сказано, «пусть считает его равным себе, поскольку он человек». Вот этого не было в античном мире, потому что в античном мире рабов не считали людьми, например, какая-нибудь римская Матрона могла переодеваться в присутствии раба-мужчины, потому что относились к этим рабам как к предметам. Мы же не боимся переодеваться в присутствии нашей мебели. А здесь провозглашаются такие революционные принципы «все люди – люди». И, как я часто вспоминаю, Людвиг Фербах, известный безбожник, в начале своей истории и философии он пишет, «до христианства и человека как такового не существовало». Египтянин был египтянином, римлянин был римлянином, эллин – эллином, и только с появлением христианства появилось понятие о человеке как сыне человеческом с большой буквы – он человек. Далее апостольское постановление. «А кто имеет господина верующего, тот сохраняй за ним господство, пусть любит как господина и как единоверца и как отца, не из раболепия, но как любящий господина, зная, что за служение Бог даст ему вознаграждение. Точно так же и господин, имеющий слугою верующего, сохраняя за ним служение, пусть любит его как сына или как брата по общению вере». Первая позиция апостольского постановления – раб – это не вещь, это человек, такой же, как и ты. И провозглашаются нравственные совпадения интересов. Есть интересы господина, есть интересы раба, надо об этом не забывать. Далее о лжеучителях. С 3 по 5 стих апостол Павел пишет. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрением, от которых происходит зависть, распри, злоречия, лукавые подозрения». То есть оказывается, что когда человек отходит от истинного учения, это связано, в общем-то, с плотскими вещами, а не с мировоззренческими. Тот же Павел называет ереси делами плоти, наряду с такими, как блуд, вражда и так далее. Пятый стих. «Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка». То есть здесь приговор этим спором, пересудом, это все пустое. «Удаляйся от таких», то есть не надо принимать в этом никакого участия. Святитель Иоанн Салтауст пишет, «Пустые споры, то есть праздные занятия или пустые рассуждения, или следующим образом он, то есть Павел, понимает пустые споры, подобно тому, как овцы, будучи заражены чесоткой, когда приходят в соприкосновение со здоровыми, им сообщают свой недуг, так и эти злые люди». То есть особенность злых людей, они могут своей вот этой чесоткой языка заражать нормальных людей, поэтому лучше удаляться от таковых, и не принимать участие в их каких-то дискуссиях. Один священник рассказывал мне, что к нему недавно пришли два знакомых человека и стали обсуждать ситуацию на Украине. причем в однокомнатной квартире священника поднялся такой шум, и сам священник принимал в этом участие, что создавалось впечатление, что это не христианская квартира, а какое-то ток-шоу, ну, типа того, что мы видим на разных телеканалах. Лучше останавливать такие словопрения, чтобы не вносить в наши жилища, освященные жилища, где иконы, святыни, могут быть святые дары, вот дух этого мира. Далее, о благочестии и алчности. Это с 6 по 10 стих. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным». Здесь мы видим, что благочестие ставится на один уровень с чувством удовлетворения, с чувством неприхотливости, бестребованности. «Великое приобретение быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир явно, что ничего не можем и вынести из него, имея пропитание и одежду, будем довольны тем». Вот в наше время, когда очень многие люди разорились, богатые оказались нищими, кто-то оказался в изгнании, кто-то на чужбине и так далее, и так далее, конечно, очень важно держаться вот этого наставления. Мы не должны сильно переживать, когда мы теряем что-то материальное, потому что мы ничего нового не принесли в этот мир, ничего не возьмем с собою. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбе». Здесь апостол Павел показывает нам, что богатство – это зона риска, зона огромного риска. Не только с точки зрения плотской жизни богаты подвергают опасности свою жизнь, но прежде всего с точки зрения духовной жизни, нравственной и моральной. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Потому что богатство развязывает руки этим людям, они могут закрыть рот любому человеку с помощью своих богатств, они как бы неприкасаемы. Блаженный Августин пишет. «Душа, которая любит свою собственную силу, соскальзывает с общего целого к своей индивидуальной части. И это отступническая гордыня, которая именуется началом греха». Здесь Августин ссылается на книгу Иисуса сына Сирахова, 10 глава, 15 стих. «Хотя душа, если бы во всецелости творения следовала бы Богу, могла бы совершенным образом управляться Его законами, взыскует чего-то большего, нежели целое, и, сражаясь за то, чтобы управлять миром по своим законам, оказывается заботящийся о своем индивидуальном». А индивидуальное – это субъективно. Далее. «Нет ведь ничего большего, чем целое, а значит, желая чего-то большего, она такая душа, становится меньше, отчего жадность и называется корнем всех зол». Это цитата из очень известной работы Блаженного Августина, которая называется «О троице». Цельное восприятие мира – это взгляд на мир через заповеди Бога, через Его Святой Закон, Синайский и Евангельский. А богатство предлагает нам, чтобы человек, благодаря тому, что имеет, стал бы мирилом своих действий, на самом деле это его не возвеличивает, а уменьшает, делает малым по отношению к большему, божественному, цельному. Далее, с 11 по 12 стих Павел рассуждает о том, чего Тимофей должен избегать и чему следовать. «Ты же, человек Божий, убегай сего». То есть не нужно тебе вот это богатство, вот эти пересуды, сплетни. «Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестие, вере, любви, терпении, кротости». «Преуспевать в правде» означает преуспевать в справедливости. В справедливости совершая дела праведности. «Благочестие» — это любовь к праведности. «Вера» — это древо, на котором вырастают плоды праведности. «Любви» — любовь — это то, что стимулирует человека двигаться в сторону праведности. «Подлинная любовь к Богу» и «Подлинная любовь к ближнему», которая регулируется божественным законом. Терпение необходимо при этом и крутость. На это апостол Павел обращает внимание. Двенадцатый стих. «Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни». Прекрасные слова. Они будут эпиграфом для этой беседы. «Держись в вечной жизни». То есть человек должен связывать свою жизнь с теми ценностями, которые непроходящие. Потому что никакие богатства, никакие сокровища мы с собой взять не можем. «Держись в вечной жизни», то есть держись того, что непроходящее, что ты не потеряешь ни в каком случае. Как и Христос говорит, «Собирайте себе сокровища не на земле, где воры подкапывают и крадут, где моль и ржа разъедает, но собирайте сокровища себе на небесах, где воры не подкапывают и не крадут, где моль и ржа не разъедает». И если мы имеем подлинное богатство, никакие санкции не сожрут наше богатство и наш достаток. Никакие грабители не смогут забрать у нас то благочестие, которое принадлежит нам. Поэтому держится в вечной жизни тот, который в Боге богатеет прежде всего. Подвязайся добрым подвигам веры, держись в вечной жизни, в который ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. В те времена, когда христианин объявлял себя христианином, он перед многими свидетелями говорил, «Рим, слушай, я христианин!» И он это должен был сказать на собрании и даже выйти на городской площади и произнести то же самое. Иногда это исповедование оказывалось последним, что он успевал сказать. Святитель Амвросий Медиаланский пишет, «Пусть благочестие непрерывно влечет тебя к справедливости, воздержанности и кротости, чтобы справедливым путем ты уклонялся от поступков, свойственных юношам, чтобы, далее утвердившись и укрепившись благодати, ты подвязался добрым подвигам веры. Удаляйся от мирских дел, потому что ты воин Божий». Ибо если воинам императора человеческими законами воспрещается принимать участие в тяжбах и судебных делах, а также в торговле, то насколько больше воителю за веру должно удерживаться от торговых занятий, довольствуясь плодами своего клочка земли, если имеет, а если не имеет, то своим жалованием. Это из трактата Амвросия Медиаланского об обязанностях священнослужителей. Далее идет тема торжественное завещание с 13 по 16 стих, и мы читаем, «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал перед Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти». Заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроется, откроет блаженный и единый сильный Царь, царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Здесь апостол Павел как бы объясняет, какой вечности он держится. Он держится Христа, который мужественно исповедовал свою истину перед Понтием Пилата, являя нам пример, как и мы должны исповедовать истинность своей веры. Августин Блаженный пишет, «Ты должна ради любви к этой истинной жизни веки семь считать себя еще одинокой, в каком бы счастье ни пребывало». Он как бы ведет диалог с душою. «Ибо как есть та истинная жизнь, при всяком сравнении с которой эту, столь любезную нам, какой бы радостной, продолжительной она ни была, не следует называть жизнью». То есть подлинная жизнь – это не то, что мы имеем здесь, это некая такая иллюзия, а это то, что ожидает нас на небесах. Далее идет наставление богатым, с 17 по 19 стих. Богатых, мы знаем, что богатство – это зона риска, но среди христиан были богатые люди, которые правильно воспринимали свое богатство как некое поручение от Господа. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное». Что значит «богатство неверное»? «А нету верного богатства». Человек, в принципе, не может заниматься бизнесом, что называется, в чистых белых перчатках. Я разговаривал с очень богатыми людьми, можно ли заниматься бизнесом, строго соблюдая светский закон и божий закон. И они говорили – нет, ничего не получится. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Причем наслаждения плотские, мирские, они приходящие, а те наслаждения, которые мы имеем в Боге и с Богом, они вечны и неприходящие. Далее, 18 стих. «Чтобы они благодетельствовали, то есть занимались благотворительностью, богатели добрыми делами, то есть воспринимая свое богатство как некое поручение от Бога, были щедры и общительны». «Щедры» – это понятно. «Общительны», то есть, чтобы они не уклонялись от просителей. А богатые иногда скрываются и от родных, и близких, от старых друзей своих. «Собирая себе сокровища добрые, основания для будущего, то есть для вечной жизни, чтобы достигнуть вечной жизни». То есть через благотворение, по сути дела, через обнищание, они спасаются. И заключительное наставление Тимофею – это 20-21 стих. «О, Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». То есть очень важно, когда христианин сохраняет преданное ему, переданное из уст в уста, то, что мы называем священное предание, отвращается негодного пустословия и прикословия лжеименного знания. Все споры возникают от этого лжеименного знания, которым, предавшись, некоторые уклонились от веры. «Благодать с тобою. Аминь». Слово «Аминь» означает «истина так». И мы скажем «Аминь». Сегодня мы окончили с вами изучение первого послания к Тимофею, первоверховного апостола Павла. Сегодня мы делали обзор шестой, последней главы этого послания. Берегите себя и подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова